Доброго времени уток, друзья. Мало кого сейчас можно удивить ультра реалистичными изображениями, созданными с помощью нейросети. Но выкладывая посты с пиксельными работами на 90% сделанными нейронкой, у многих пользователей разжегся нешуточный такой интерес. Что ж, настало время рассказать об этом подробнее. Здесь я не буду досконально расписывать, что и как устанавливать, про это есть уже тысячи видосов. Здесь сосредоточимся на самой сути пиксель-арта. Для начала нам понадобится нейросеть. Я использовал Stable Diffusion. Для упрощения себя жизни можно воспользоваться Stable Matrix и поставить нейронку через него. Это бесплатно и удобно. Затем я установил Stable Diffusion WebUI Forge, так как у меня довольно старенькая видеокарта и даже не имеет куда ядер. Но, даже если у вас мощная видюха, я бы все равно рекомендовал ставить Forge, он элементарно шустрее. Далее нам понадобится основная модель. Грубо говоря, на основе которой нейронка будет делать нам графику. Здесь все очень индивидуально и надо экспериментировать, пробовать разные модели. Для игровой графики неплохо подходят анимешные и просто стилизованные. В общем, выбирайте на свой вкус и здесь каких-то 100% значений и гарантий нет. Кстати, вы можете выбрать и установить их прямо через Matrix. Следом идет лора. Это более точное дополнение, которое нужно не всегда, но если вам нужен какой-то конкретный стиль или конкретный проработанный предмет, лора не будет лишней. То есть, если я хочу сгенерировать кучу детализированных мечей, мне понадобится лора, которая умеет делать классные мечи. Или я хочу превратить свое изображение в рисунок чернилами. Тут лора тоже может помочь. В нашем случае лора понадобится, чтобы стилизовать изображение под пиксель-арт. Однако это еще не даст вам 100% пиксель-арт. Ну а видок будет уже довольно интересный. Теперь нам понадобится скрипт, который любое сгенерированное изображение превратит в трушный пиксель-арт. Называется он Polyties и он тоже абсолютно бесплатен и прост в установке. Если у вас не работает конкретная модель или лора, в принципе не расстраивайтесь и выберите какую-нибудь другую. Благо их сейчас достаточно много. Итак, как всем этим делом пользоваться? На самом деле все достаточно просто. Сюда мы вводим то, что хотим получить. Сюда вводим то, что мы не хотим получить на том, что мы хотим получить. В общем, если мне не хочется получить какую-нибудь красную бандану на персонажа, хотя здесь у меня, конечно, указано, что здесь должна быть красная бандана, то здесь я могу написать, что мне не нужна красная бандана. И тогда он ее генерировать не будет. Ну, по крайней мере, постарается. Далее. А сам видок, конечно, хоть и пиксельный, но немножечко, на мой вкус, грязноватый. Опять же, все зависит от вкуса и стиля, и само собой от модели. Модель, на которой я сейчас случайно буквально, кстати, сгенерировал этих персонажей, она больше подходит для каких-нибудь макапов и бэкграунд. Вот такой персонаж, например, сгенерирован из другой модельки. Она называется Anylore Anime Mix Anime. И пока мы не переключились, давайте попробуем сгенерировать какой-нибудь красивый фон. Я отсюда сейчас уберу именно персонажные, так сказать, теги. И, допустим, я хочу получить какой-нибудь осенний лес. В моем представлении он сейчас должен сгенерировать что-то вроде макапа для платформера в осеннем лесу. Давайте сначала посмотрим на одном. Разрешение пока оставим 512 на 512. Скрипт включен. Количество цветов на фоне нам понадобится побольше, чем 18. Пусть пока будет 32. И downscale factor с 8 я пока что уменьшил до 6, но в принципе можно даже и до 4. Погнали. Так, уже что-то начинает проявляться, но выглядит немножко странновато. Ага. А в целом неплохо, но размерчик, конечно, маловат. Как вариант можно уменьшить downscale factor до 2, но я пойду немножечко другим путем и увеличу разрешение. В данном случае только ширину. И получится у меня такой как раз широкий макапчик. Пробуем еще разок. А что касается downscale factor, я не советую ставить здесь такие цифры, как 3, 5 или 7. А старайтесь ставить здесь четные числа, потому что они дают лучший результат. По крайней мере на моих примерах и на моем опыте числа нечетные, а делали не совсем квадратные пиксели. И это смотрелось ну так себе. Так, уже что-то поинтереснее. Да, это уже смотрится намного интереснее, намного чище. И стильнее. Конечно же это все еще требует доработки, но с этим уже можно работать. А что если мы поставим downscale factor на двоечку и увеличим количество цветов до 48. Погнали. Так, ну что-то это прям уже совсем не то. Слишком маленькое значение двойки у нас вызвало вот такой вот некрасивый шум. В таком случае давайте его просто поднимем. И для эксперимента как раз поставим троечку и посмотрим, что из этого получится. А еще, пожалуй, сохраним вот это вот отношение. А у меня диапазон значений обычно получается от 4 до 8. Редко на каких-то очень больших разрешениях, больше 1280 на 1280. Можно поставить 10 или 12, чтобы просто поэкспериментировать и получить какой-то необычный результат. Ну вот обычно 4, 6, 8. И этого вполне достаточно. А стоит также помнить, что чем больше у нас будет разрешения, тем больше деталей и само, можно сказать, качество изображения будет получше и повыше. И увеличивая или уменьшая изображение, стоит также увеличивать или уменьшать еще и даунскейл-фактор. Так, ну что же, здесь даунскейл-фактор 3 сработал неплохо. Единственное, я вижу здесь много слишком плавных цветов, что не совсем характерно для пиксель-арта, но опять же вполне себе возможно. Поставим 32, значение 4 и практически финальное разрешение вот такое вот. Как раз примерно 16 на 9, хотя нет, но близко. Тому собой, чем больше разрешения, тем дольше будет генерироваться изображение. А пока что давайте посмотрим другие примеры, созданные на других моделях. И вот у меня уже тут получался такой макапчик, то есть фон, который полностью сгенерирован, но я сюда уже наложил такую дымку. Вот эти кристаллы, которые просто сейчас крупными мазками сделаны, будут также засунуты в нейронку и уже по ним будут сделаны изображения. Конкретно вот эти рычажки тестовые собраны из различных пусков и спрайтов и объединены, так сказать, скомбинированы. Задние камни по сути тоже сделаны через нейронку, просто отдельными изображениями. Ну и здесь они все-таки немножко требуют доработки, сведения. Но тем не менее, у нас уже есть какой-никакой визуал. Правда, вот персонаж по анимациям, например, его уже приходится анимировать вручную. Но в принципе, почему бы и нет. Пока что пиксельные анимации нейронкой не совсем адекватные, но к счастью, умею анимировать самостоятельно. Хотя бы так. Посмотрим, что у нас тут. Сгенерировалось. А на мой взгляд, слишком пестрые цвета, но опять же, ничего страшного. И когда я вижу опять вот такой вот шум по краям, скорее всего, нужно просто повысить downscale factor. У меня сейчас он и так 4, поэтому ладно. А вот такие есть примеры фонов. Изначально, как видите, это не пиксель-арт. Это лора сделала изображение под пиксель-арт. Каждый из этих. А потом уже скрипт сделал из них конкретно пиксельное. То есть оно даже по размеру такое меньше стало. И уже его, например, мы можем засунуть в тот же аспрайт и редактировать уже как пиксели. Это очень сильно ускоряет работу, поэтому пользуйтесь. А что касается более симпатичных фонов, например, вот таких. А опять же, сначала у нас была такая стилизация. А затем эта стилизация уже превратилась в пиксель-арт. Давайте его тоже засунем в аспрайт. Вот такой вариант уже был подготовлен для Unity. То есть у нас тут есть сгенерированный нейросетью логотип. И тоже прогнанный через этот же пиксель-арт. Вот, собственно, сама пиксельная героиня игры, но уже немножко доработанная вручную. Не знаю, есть тут эти слои или нет, скорее всего, нет. Но лицо я здесь немножечко переделывал, чтобы оно было чуть более женственным и чистым. А вот эти вот элементики, фон, это все чисто была нейронка. Давайте попробуем не менять ничего, кроме модель. Поставим, например, да, допустим, самую первую анимешную модель. И все-таки, наверное, поставлю размер поменьше, чтобы все это дело было чуть побыстрее. И вы сейчас увидите просто, как сильно изменится сам стиль графики. Хоть оно и останется, конечно, пиксель-артовым, но цвета, пропорции, атмосфера, они все равно будут уже немножко другими. А если повезет найти какую-то модель, которая обучалась как раз на игровых спрайтах, игровых фонах, персонажах и так далее, то это будет отличный вариант. Я, в принципе, пока пробую просто разные, еще что-то такое содея уникальное, на чем потом можно будет сделать полноценный проект. А когда вы переключаете модель, это может занять несколько минут, как бы кажется, что он просто зависит, ничего не делает. Ну, на самом деле он просто здесь все переподгружает. Поэтому есть смысл сначала отрендерить, точнее сгенерировать все, что вам нужно на одной модели, а потом переключиться на вторую и сгенерировать уже на ней то, что осталось. И, как видите, другая модель начала мне генерировать графику уже не для платформера, а для какого-то изометрического проекта. Почему бы и нет, почему бы и нет. Поэтому я говорю, что нужно пробовать разные модели, и они будут давать совершенно разный результат. Окей, давайте теперь сгенерируем персонажика. При размере 512 на 512 оставляем downscale factor 8, получили вот такого вот чубрика. Что делать, если мне нужно получить различные похожие варианты, но все-таки разные, отличные от него. Сам просто вариант, мы отправляем это дело в ink to ink, image to image. И здесь, давайте поставим 4 разных варианта, чтобы у нас было. Основные параметры будут это cfg scale и denosing strange. Seed можно оставить такой же, это грубо говоря ядрогенерации для рандомизации. Вот, можно поставить абсолютно рандом. Можно оставить тот, который был. Я поставлю значение где-то 66, чтобы он не сильно отходил от базового вот этого изображения, но уже вносил какие-то свои коррективы. А эти значения очень чувствительные, даже, например, 68 или 64 уже могут дать достаточно большую разницу. Итак, мы получили сразу 4 вариантика. Немножечко они, конечно, перекушенные местами, но, тем не менее, работать с этим можно. А перекушенные они, скорее всего, потому что здесь не включен скрипт. И это, по сути, не совсем пиксель арт. Поэтому, включаем наш скриптец. И погнали еще разок, но уже поставим значение, например, на просто 0.6. Эти варианты уже заметно чище, потому что они все-таки трушные, пиксельные. Можно местами еще подработать, почистить, но база-то уже готова. 90% работы тоже готова. Обожаю эту работу. Можно ли таким образом генерировать UI и прочие элементы интерфейса? Можно. А вот хороший пример по UI, которая сгенерировалась. Я изначально просто рисовал всякие вот эти вот элементики вот такими крупными мазками. Просто размещал их, где мне хотелось. А все остальное уже доработала нейросеть. А местами получилось чуть-чуть грязненько. Но, тем не менее, если чуть-чуть доработать, будет, на мой взгляд, вполне себе хороший результат. На что у нас тут? Портретик. Хорошо. А тут тоже неплохой примерчик, но слишком мало разрешения я здесь выставил. И поэтому некоторые штуки получились неплохо, но некоторые все-таки, как бы так сказать, не хватило им, в общем, размер. А, да, это тот тест, где я уже проверял, насколько вообще сочетается то, что я там нагенерировал. И, в принципе, меня на данном этапе пока что это устраивает. Так, это был изначальный концепт, от которого впоследствии отказался в пользу немножко другого персонажа. Но, тем не менее, фон и логотип все сделано нейроткой. Не совсем доработанное менюшка, тоже сделано практически на ассете. А вся графика, конечно же, нейросеть. Но с доработкой. Музыка, кстати, тоже сделана с помощью нейросети. Каждый из этих карточек, как вы уже, наверное, поняли, тоже нейросеть. Но для меня это был неплохой такой концепт, чтобы сформулировать для себя вообще последовательность уровней и локаций и так далее. Здесь, конечно, далеко не все, только где-то процентов 30 проекта. Но, тем не менее, визуально мне пока что все очень нравится. На этом пока все. Используйте и своих проектах, и создавайте классные игрульки. В следующих видео я расскажу про другие полезные и бесплатные нейросети, которые сильно помогут в создании игр. Подписывайся и следи за новостями в моей группе в ВК. Пока!